Итак, будем продолжать обсуждать, конечно же, подрыв гидроэлектростанции. Вот Владимир Зеленский заявил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС никак не остановит Украину в ее контрнаступлении, в ее деоккупации собственных территорий и абсолютно не увеличит шанс оккупантов остаться на захваченных землях. Вот любопытно, что террорист Гиркин, кстати, тоже считает, что подрыв гидроэлектростанции даже может каким-то образом сыграть на руку силам обороны. Как вы вообще считаете, какие последствия для контрнаступления будет иметь вот этот вот теракт, собственно говоря, и почему, например, тот же Гиркин пытается найти какие-то позитивные стороны, в первую очередь, для сил обороны? Ну, в первую очередь, мы ориентируемся на то, что именно российские войска не смогли не только захватить Донецкую и Луганскую область, даже отстоять те позиции, которые они уже заняли в определенное время, как Вагнеровцы, например, Бахмут частично, так и другие регионы, мы перешли в контрнаступление. Да, это локальные, но самое главное, что по всем линиям разведки России и, соответственно, политическое руководство воспринимает информацию, что мы готовим стратегические наступлятельные операции. России, я скажу так, глобально нечем крыть. Да, они могут локально еще где-то пытаться наносить удары, где-то прикрывать основные позиции в плане неопущения движения наших войск, но именно боя с наступлением, это еще хуже, чем само наступление, как мы так скажем. Эта тема постоянно звучит на всех уровнях и в отношении России, что слабые позиции, что нет именно подготовленных частей, реально нет. Есть резервы, но они из мобилизированных, то есть перекрывать широкий фронт нечем. Тем более неизвестно, где мы будем наступать. Это подогревалось не только нашими политиками, но уже и конкретно указано и Зеленским, и руководством Минобороны, и также нашими партнерами. Например, и генерал Милы, и Столтенберг, и даже глава Пентагона говорили, что Украина готова к наступательным операциям. Вот эта мощная информационная атака на Россию, прямо скажу, с определенными даже символами, которые звучали в прессе с нашей стороны, указано то, что Россия уже была не только готова, но она была перепугана, что действительно сил и средств мощных нет, где удар неизвестно. И они, конечно, попытались консультировать внимание на самом важном для них участке. Потому что многие считают, что важнейшая для России это Донецко-Луганск область. Это в плане престижа, а в плане защиты, как мы говорим, и потери именно вообще, стратегической перспективы, это, конечно, юг. На юге, если мы убиваем врага с Запорожской и Херсонской области, мы заходим в Крым, открываются ворота, уничтожая, как мы говорили не раз, Крымский мост и Черноморский флот дальнобойными ракетами, беспилотниками и другими средствами, включая диверсионные операции на базах, которые снабжают эти флота. Вот это, конечно, решает возможности не только сопротивляться, это создает ловушку. Поэтому действовать нужно было, конечно, на южном направлении более активно и наступление допустить именно там. Поэтому противник посчитал, что все-таки мы избрали южное направление и что-то глобальное нужно творить, такое, что мы остановились и не пошли мощно. Они считали, что на протяжении суток-двух мы уже пойдем, использовать все средства, которые получили и от союзников, и все бригады большого прорыва, и, конечно, собственные ВПК, которые мы накапливали длительное время. Это, конечно, для них Армагеддон. То есть это то, что именно предотвращало, что будет очень мощное уничтожение всех средств, не только ухлепрайонов, но и тылов, и резервов. Это, конечно, прогрош. Они к этому были и морально, и в военно-политическом плане не готовы. Поэтому решили использовать старый вариант, который они готовили. Это их старая проблема. Что бы там сейчас ни говорили, россияне, Песков, что это наша диверсия. Там некоторые страны, как Китай, говорят, нужно еще посмотреть, кому это выгодно было. В данной ситуации это истерика. Это как бы жест безысходия, что нужно именно срочно подорвать станцию, создать ажиотаж, затопить территорию и остановить наше наступление. Это факт. Третий момент. То, что именно они туда привозили грузовиками десятки тонн взрывчатки. Гаковскую ГЭС взорвать какими-то диверсионными группами невозможно. Она строилась даже под удары ядерных зарядов. Поэтому так просто заверяют. Нет. Это только нужно, чтобы их взрывчатка находилась в тех местах, где они являются, так сказать, разными. То есть они слабые. Но и очень много. Нам, насколько мы ориентируемся, и это можно проследить по линии космической разведки, туда грузовики, фуры и поезда разведки Украины не ехали перед этим. Явно. Вот. Там была одна бригада и полк, которые, как они говорят, защищали Каковскую ГЭС. То есть там как бы и мышь не проскочит. А тут оказалось, что наши диверсанты взяли и взорвали. То есть это очень фурор такой большой. Они пытаются показать, что это мы. Но это я просто-то заважал бы очень мощно нашу разведку и разведку настралийных государств. Потому что они могли провести под носом врага, под двух, практически, бригадами такую операцию. Они сами это все подготовили, сами завезли. И, соответственно, критические ситуации взорвали. От перепугу, от того, что боялись, что мы очень мощно ударим, это, конечно, было начало их большого конца, их режима и самого Путина. Поэтому команда пошла конкретная. Конечно, это экологическая катастрофа. Они не сообщили об этом и своим даже военным. Часть военных осталась или отрезанными. Но, конечно, они подорвали и часть своих оборонительных средств и сооружений. Это и блиндажи, это окопы сотни километров. Это даже зубы дракона из разных местах. Это пошло массовое затопление. Восстановить эти укрепрайоны очень сложно будет. Тем более при этом хаосе, при том, что там сейчас создается на левом берегу. Поэтому в данный момент, как бы, представители, знаете, своеминутные цели, но большие, как они считают, они, конечно, жертвуют именно перспективой эффективной обороны, которую они якобы создавали многое время. Хотя она в старых форматах, они понимали, что это не та оборона, которая может защищать от новейших видов вооружения, тем более эффективных действий войсками, которые постоянно маневрируют и не будут идти вот так в лоб. Это поняли. А вот вода, это конкретно. Тем более ажиотаж такой большой, нежодный, обвинение нас в терроризме. Это уже конкретная операция, которую они разработали на уровне политического руководства. И исполнители были только небольшая группа людей, которые посвящили бы эту ситуацию. И, конечно, они эту операцию провели и после этого раскручили ситуацию против Украины. Мы понимаем эти все задачи. Мы понимаем, что они, ну, в некоторой степени, да, утрудняли наши движения войск. Ну, с другой стороны, понимали, что они создали больше себе проблем по всем направлениям. Николай Григорьевич, а расскажите вот об этом чуть-чуть подробнее. Да, немножко подробнее расскажите о том, все-таки, как это может повлиять на ход сил обороны, продвижения. Действительно. И о каком термине вот ликвидации этих последствий для того, чтобы продолжить наступление на этом направлении, мы говорим. Если мы говорим о технологических вопросах, примерно вода по всем параметрам и оценкам специалистов 4-5-6 дней. Это то, что им позволит сейчас именно разобраться, что осталось, что повреждено. И у нас, и, соответственно, в первую очередь врага, это будет оценка сил и средств, где они получили очень большие потери в плане обороны. И, я думаю, исходя из этого, мы скорректируем наши наступательные операции. Это, конечно, будут удары по суходолу. А в некоторых местах, где будут концентрации условно на отдельных отсеченных островах, они там остались части, это будут объекты для нанесения ракетных ударов, артиллерийских или проведения специальных диверсионных операций нашими разведгруппами или схема специальных операций. То есть, может немножко измениться тактика. С одной стороны, удары с тех регионов, где нет затопления, и может быть тяжелая техника, танки, БТР, БМП, САУ. И другая ситуация, это десантные силы, которые могут точечно уничтожать эти очаги, которые остались отдельной части, отдельное подразделение на отдельных, так сказать, участках, которые не затоплены или освещены были уже палубком. Поэтому в данный момент, я думаю, что разные будут модели использованы, тем более, когда вода уже сойдет, тут уже будет ясно, где можно пройти. Остались дороги еще, под водой они были, но они не до конца, так сказать, повреждены. Мы, это наше направление, Суходово, второе направление, где-то пройдем форсирование эффективно, второе, третье направление, высадим уже наши десанты. Это может быть при помощи и вертолетов, и других средств. Это еще одно направление. Нанесение системных ударов по резервам, которые будут весать с Востока или через Кремский перешей, это еще одна большая тема. То есть разные комбинирования различных средств, гибкое движение, изменяясь с учетом палатка и направлений ударов, и, соответственно, развития их основных стратегических наступательных операций. Вот это то, что сегодня на порядке дня вооруженных сил Украины. Но говорить о том, что оккупантам удалось существенно отсрочить наступательную операцию на этом направлении из-за подрыва ГЭС, говорить не стоит, правильно я понимаю? Сегодня мы говорим, это только корректировка наших ССС, а то, что они как-то глобально отсрочили, нет. Я прямо скажу, может несколько дней для того, чтобы мы сориентировались ситуации, изменили некоторые планы и прошел паудок. Вот сейчас кратко мы говорим, что глобально ничего не изменилось. Больше даже вреда, как говорит Гирке, нанести сами себе. И он предполагает, что это будут потери намного больше. Тем более не только военные, технологические, например, фортикационные, но и моральные. Потому что враг и военные не были предупреждены об этом катастрофе. А теперь они поставлены перед выбором. Или гибнет там от паудка, или, соответственно, параллельно еще от наших мощных ударов. Тем временем Министерство обороны и оккупантов заявляют о том, что масштабное контрнаступление Украины уже началось. И вот командование российское постоянно отчитывается о каких-то просто сумасшедших жертвах среди сил обороны и ликвидации военной техники. Так что даже, собственно говоря, военкоры, которые являются фанатами войны, которые активно поддерживают полномасштабное вторжение, сами не верят в эту информацию. Вот недавно прокремлевские блогеры как раз обнаружили, что на одном из видео, которое демонстрировал Шойгу якобы с подбитыми немецкими танками «Леопард», эти танки оказались сельхозтехникой. И как минимум один это был просто трактор-опрыскиватель. И вот эти расследования по поводу видео, их проводят даже не украинские какие-то центры, а непосредственно сами вот эти военкоры. И вот хотелось бы, как вы считаете, для кого рисуются в первую очередь такие вот цифры сумасшедших потерь среди техники и живой силы сил обороны? Ведь если даже они не работают для своей аудитории, непосредственно там турбопатриотов этих, то неужели там кто главный конечный потребитель? Это Путин? Конечно, самое главное это Путин и народ России. Это два фактора. Даже если они не верят, но они понимают, что машина информационно работает, часть смотрит блогеров, которые сомневаются или критикуют, они поддерживают. На моем время этих примеров 15-20% в России по разным исследованиям. А 80% смотрят телевизор и слушают Путина, и слушают администрацию, и тех раскрученных, так сказать, ведущих, которые четко повторяют именно позиции Путина. Они критикуют то, что они туда движутся, не так бьют, соответственно, или нет больших успехов в ударе по нашим силам, которые якобы наступают, системные контрнаступают. То есть это такая мощная информационная война, рассчитанная на внутреннюю аудиторию. В некоторой степени пытаются дезориентировать партнеров. Ну, например, там некоторые страны, ну, даже типа Китая такая большая, они смотрят российские средства информации. Разведка там получает объективную информацию, но китайцы получают ту информацию, которая формируется в России. Частично такая информация, вот, бывая в Турции, там она проходит по СМИ, российским СМИ. В некоторых странах работает очень мощно российский средство массовой информации, интернет-ресурсы, которые формируют эту позицию. И мы смотрим, част граждан в некоторой степени верят. Вот мы посмотрим по реакции по, вот, как раз последнему подрыву, по Каховской ГЭС. Видим, как четко реагируют некоторые политики, страны, вот, или мы посмотрим, кому это выгодно, как говорит Китай, или мы еще должны провести расследование, как говорят некоторые, где в Лондоне, там, где супер наши союзники, вот, ну, тем более в Венгрии и других странах вообще говорят, что это непонятно, кто это сделал. То есть разные-разные подходы, поэтому в миграционной войне тут большая составляющая должна быть именно и наших инфрационных ресурсов, и альтернативных ресурсов наших партнеров, и проникновения на территории России сами, чтобы именно ввести информационную войну, включая, используя таких оппонентов, как мы говорим сейчас, критиков, и блогеров военных, и Гиркина, и Пригожина, которые создают модель противоречий. И в информационном пространстве это формируют, но оно четко интерпретируется на практику. И уже Пригожин явно в военном плане конфликтует с военными, вплоть до перестрелов, минирования, даже захвата в плен высокопоставленных чиновников и военных. Вот из любопытных реакций Министерство иностранных дел Израиля, которое всегда было достаточно аккуратным в высказываниях, которые касались войны России против Украины, прямо заявили, что по данным их разведки, вот того легендарного МОСАДа, это как раз россияне непосредственно подорвали Каховскую ГЭС, и, мол, здесь сомнений быть не может. И вот, знаете, у нас в комментариях задали вопрос, и мне было бы интересно услышать ответ от вас. Часто мы видим в заголовках СМИ какие-то заявления разведок разных стран о ситуации в Украине, которая происходит на фронте непосредственно, то есть такие вот вещи, которые, такое чувство, что можно знать только если ты находишься непосредственно там. А действительно, те, кто сотрудничают с разведками других стран, могут, например, воевать в составе оккупантов или даже, возможно, в составе сил обороны. Вот когда появляется заголовок, разведка Британии утверждает, что на каком-то там управлении. Это она делается ссылкой на нашу разведку, потому что мы этой информацией поделились? Или у них есть вот свои люди, которые передают им данные? Можете вот поделиться таким секретом? Ну, самое главное, что разведка работает именно, используя самые различные средства. Это, начиная, техническая глобальная разведка, это работают суперкомпьютеры, которые проникают в любые системы, поэтому любое движение информации, она фиксируется. Чем мощнее разведка, тем больше она может получить. Это, конечно, компьютерная разведка непосредственно, которая проникает в компьютерные системы. Это разведка, которая проникает в системы защищенные, там, где идет шифрование. Это правительство, это военные, это спецслужбы, и тоже получают с этих источников информации. Это, конечно, агентурная разведка, которая именно формулируется за счет внедрения агентуры в различные сферы. Политическое руководство, военные структуры высшего уровня, мобилизированное различное формирование на территории России, на территории Украины, военное формирование, спецслужбы, так же само министерство, ведомство, бизнес, и местные органы власти, и местное население. То есть это очень многоплановые системы, это не какой-то один канал. И вот как раз вот эти все сегменты информации, как мозаика, складываются в единоарктический формат. Есть конкретика, например, там по Каховской гидроэлектростанции, полная информация о сопровождении этого процесса, как формировались планы подрыва, когда это проводить, как завозились и чем завозились взрывательные средства, то есть тротил, там, например, взрывательные и тому подобное, кто завозил, какие-то, так сказать, части, там, где слабые места, Каховская С, потому что рассчитана, как мы говорим, даже на ядерные удары. Поэтому все это отслеживалось. И объективность проведения такой операции. Или это спецслужбы Украины могут быть, для этого нужно проникнуть было и знать эти все реперные точки, знать, где находятся тонны-тонны как раз тротила, например, как ее взорвать. То есть это тяжело, потому что там находилась и бригада, и полк, которые якобы охраняли этот Каховскую ГЭС. Поэтому и конкретника, я думаю, израильтян может тоже быть. У них хорошая агентурная позиция в Украине, в России. Поэтому это могла быть конкретная информация в отношении, кто это совершил. Но минимум объективно они могли ценить, что шансы, что мы провели такую операцию, завезли взрывчатку, проникли на эту территорию, ну, минимальные. А вот так, как Россия готовила, это подготовленная операция, тем более она предполагала взорвать в решающий момент, когда мы будем наступать, а в них силы средств для отбития. А так системно не будет. Явный прогрош, они просчитали. Вот тогда это было час-чет, когда нужно взорвать. И я думаю, израильтяне, американцы, британцы, исходят из этих позиций. Израиль дает это раньше информацию. Более глубинное случилось, определил ситуацию, и дает заистину уже последней станции.